Если бы я написал, то вот бы меня спросил, какие-то еще дополнительные симптомы, которые развиваются... Ну это как вариант, но просто тут еще такой тонкий момент, между тем, что... Да, конечно, вот, как следующий шаг... На самом деле было гораздо смешнее, когда эта штука работала, то есть с очень маленькой вероятностью предсказания. Сейчас там больше 82%, но было очень смешно, когда там было 30%, и там можно было написать, я потеряла носки совесть, и он тебе такой, тебе нужно к наркологу. Ну в общем, очень такие забавные штуки. Нет, но у вас тоже должен быть треш-кол. Вопрос, а как вы... Так, где здесь медицинская достоверность? То есть как вы контролируете, что советы, они как-то регионы, и, собственно, показания лучше? Это не показания, смотрите, это данные, где люди сразу размечают. Мы сейчас собрали вопросы, и там, где люди автоматически разметили, типа, по какому врачу они это считают. Часто в этих же форумах ответы врачей, они говорят, вам к такому-то врачу нужно обратиться. То есть это нужно дополнительный шаг еще сделать, дополнительный при процессе, там, где врачи сами отвечают, что вам нужно к какому-то другому врачу. Вы по реализации делали какой-то там вот-то век и расстояние текста? Мы подошли... Логистическая регрессия. Мы подошли в самый простой модель сейчас, потому что мы собрали большой достаточно датасет, и, в принципе, работает неплохо базовая модель. Мы вложились при процессе текста, но также мы рассматриваем ряды с ForteVic и с LDA, в принципе, там есть еще на чем работать. А на основе чего вы размечали фразы, тексты? Как их близость? Достаточно большое время заняло сбор данных. Мы взяли сайт, на котором люди спрашивают вопросы времени. А, мерки. И, собственно, там достаточно большая выборка. Если человек использует ключевые слова с утромами, то достаточно... Ну, и плюс на телом сайте повидается право, что не ходит, а мы уважаем его в добром возле чемпионата. Спасибо, ребята! Спасибо.